Первое, что нужно понять в отношениях со своим здоровьем, это то, что оно постоянно портится. Это не смешно, это правда. Будете болеть. Все проблемы со здоровьем это просто лень и все. И так каждый день человек умирает, каждый день человек должен бороться за жизнь. И также следует знать, что есть два способа основных бороться для жизни. Первый способ это собственные усилия. Второй способ это усилия, которые прилагает врач. Есть два типа врачей. Одни из них пользуются грубой материальной энергией для здоровья. Другие пользуются тонкой материальной энергией для здоровья. Можно также сочетать использование грубой материальной энергии и тонкой для здоровья. Те врачи, которые только грубой материальной энергией для здоровья пользуются, они не могут вылечить болезнь. Потому что болезнь это работа тонкого тела, это не работа грубого тела. Допустим, виновата ли дорога в том, что на ней затор? Виновата дорога? Виноваты машины? Еще водитель, еще глубже можно найти вину, да. Яма в дороге от чего возникает? От того, что яма в мозгах, да. Ну то есть идея заключается в том, что первично всегда духовное, а не материальное. Мы можем любой аспект, любое сравнение взять и все равно придем к духу, а не к материи. Ну то есть ближе к духу тонкое тело, а не грубое. Потому что сначала тонкое тело наполняется силой, потом грубое тело наполняется силой. Таким образом надо понять, что лечить надо тонкое тело. Грубое тело само вылечится, если тонкое тело здоровое. То есть психику надо лечить человеку, тонкое тело. Лечение это не только означает просто поправить. Потому что нельзя поправить то, что стремится к уничтожению само. Если таракан лезет в унитаз, сколько ты его не вытаскиваешь, он все равно залезет в унитаз. Ты же не будешь сидеть с этим тараканом всю жизнь рядом. Врач может только вытащить, он может поправить. Но если человек не соблюдает режим дня, если он не хочет жить правильно, он все равно залезет туда, куда лезет. Поэтому лечить его бесполезно. Я помню, что когда только лечил грубое тело, мне писали такие благодарственные письма. Спасибо, Олег Геннадьевич, что вылечили мне голову. Теперь я могу выпить 3 литра пива, и голова не болит. Другой написал записку, что спасибо, Олег Геннадьевич, что вылечили сердце. Теперь я ругаюсь женой, и сердце не болит. Это значит, что оно скоро заболит все равно. Можно дать запас здоровья человеку. Но результат будет такой же самый. Но лечить тонкое тело можно только с помощью тонкой энергии. Мы не можем с помощью грубой энергии лечить тонкое тело. И также врач должен понимать, что энергия ему не принадлежит. Некоторые врачи пытаются своей энергией лечить всех. Эстросенсы, они пытаются своей энергией лечить. Ну, полечили 5 минут, потом дальше наполнили с энергией леса. Понимаете? Об этом надо знать. Допустим, мы пошли купаться в речку, там белая глина в этой речке. Ой, белая глина полезная, белая глина полезная. Белая глина полезная, у кого гнойнички на коже. Они заживают. А если у человека кожа сухая, она станет еще больше сухая от белой глизы. И вообще потрескается после такого купания в этой речке. Понимаете? То есть пользоваться энергиями природы непросто. Мы просто можем, допустим, покупаться, на солнце загорать. Мы примерно знаем, что нам надо в жизни. Но большинство людей даже сейчас не знают, насколько сильно вредят они себе, если не пользуются энергиями природы. Насколько сильно они гробят свою жизнь. Например, в основном сейчас женское бесплодие возникает от того, что женщина не ходит по земле, в лесу не гуляет, на солнышке не сидит, в речке не купается. А ходит по асфальту и живет на 10 этаже многоэтажки. Просто поселиться на 10 этаже многоэтажки уже означает привести себя к бесплодию. Или подводить себя к бесплодию. Потому что для того, чтобы гормональные функции у женщины работали нормально, она должна жить на нижних этажах, ближе к земле. Женщина должна возле земли жить, для того, чтобы у нее гормоны работали. И лечение бесплодия так же происходит, когда женщина гуляет по речке, по мокрому песку. Потому что две энергии лечат женскую бесплодие. Энергия земли, энергия воды. А когда вместе они, это берег реки, это означает уже женское здоровье. Если каждый день гулять по берегу реки, то можно сильно улучшить женское здоровье. Особенно если солнце еще светит. Или по берегу моря. Вы не знаете, как сильно это помогает. У вас нет знания об этом. Вы думаете, ну это просто солнце. Как оно может лечить? Вот инфракрасные ультрафиолетовые лучи лечат. А солнце не лечит. Если сравнивать ультрафиолетовые лучи, это все равно, что сравнивать то, что вы покушали на обеде, и то, чем вы потом покакаете. Это вроде бы одна и та же пища, понимаете? Ультрафиолетовые лучи, это уже не та энергия солнца. Это тоже энергия солнца, но она излучается электрическим светом. Электрический свет возникает из энергии солнца. Но эта энергия не такая лечебная, как энергия солнца. Какашками тоже можно лечить. Но лучше кушать не выращивайте, без пятицидов. Зелень это простая вещь. Мы отупели, мы считаем, что хлеб растет в булочном магазине. Чтобы выращить зелень, для этого ничего не надо. Надо поставить горшки на подоконниках и посадить семена этой зелени. Она сама вырастет. Будете есть без пятицидов. Вас хватит подоконников, чтобы целый год себя зеленью кормить. Петрушкой, укропом и так далее. Для этого нужно немножко труда. Десять минут в день всего. Но так как у нас атрофировалось мышление и атрофировались нормальные желания жить нормальной жизнью. Поэтому мы идем в супермаркет и покупаем всякую ерунду. Кроме того, можно на личных отношениях договориться с какой-нибудь бабушкой, которая вам в дом прямо будет возить нормальную зелень каждый день. И это выгодно на самом деле. Если бабушке, допустим, мало одного человека, договоритесь пять человек. На пять человек берите зелень сразу бабушке, чтобы она вам привозила. Даже молочникам сдавать молоко кому-то людям выгоднее, чем на заводы. Там гораздо меньше денег им дают за это. Это означает, что мышления правильного не хватает. Мы не понимаем, что обработанное молоко хуже, чем нормальное. У нас нет понимания, поэтому мы не тянемся к этой идее. Не стремимся к этому всему. У нас нет личных отношений, поэтому мы не можем из деревни вытащить продукты нормальные. Вы ездите за город в супермаркет покупать продукты. Ну съездите к бабушке за город и купите у нее. Пускай она соберет у остальных, у всех бабушек, для вас разные виды овощей. И молока там, творог, сметану, нормальные продукты. Вы получите больше здоровья, чем от супермаркета. Не может нормальные продукты храниться, не могут. Молоко нормальное не может храниться. Не может храниться творог, сметана нормальный. Для этого нужно помечать такие условия, чтобы они были ненормальными уже. Чтобы они лежали по неделе там в магазине. Этого знания нам не хватает. Это все знание идет от Бога. Нам не хватает натуральной, естественной жизни, потому что она связана с Богом. Мы сидим в городах, живем на высоких этажах. Почему многоэтажки строят в Москве? Тридцатиэтажные дома. Потому что люди считают, что там жить круче, на высоких этажах. Даже самые высокие этажи, это элитные этажи, там делают элитные квартиры, прямо на самом верху. Это признак тупости. Люди оттупели. Они не понимают, что жить наверху это болеть просто. Там постоянно ветер дует, там нет земли. И люди в напряжении, они могут отдохнуть. Когда человек живет вверху, он не может отдохнуть, у него нет отдыха. Отдых от земли идет. Отдых идет от земли. А я лягу-прилягу, край любимой сторонки. И ногами в долину. Нам не хватает этого знания. Мы не знаем, насколько сильно лечит Солнце. У нас нет его знания. У нас нет знания, насколько сильно лечит Земля. Допустим, у людей напряжение в теле. Сильное напряжение. Им не хватает энергии Земли. Надо просто отдыхать на Земле. Пойти поспать на Земле просто. На Земле поспать просто. На солнышке пойти, на Земле поспать. И Земле... И напряжения не будет. Расслабится сразу тело. Если у вас стресс, вы чувствуете, что вы сильно в стрессе, мысли лишние, тяжело, очень невозможно жить. Гуляйте по лесу. Идите в лес, гуляйте час. Придете назад, вы почувствуете, что вам легче стало, у вас не так много мыслей. Вы успокоились. Ни одного не понятно. Но когда человек плохо себя чувствует, одевает бусы, он сразу чувствует эффект. Он говорит, не помогает. Видите, естественные формы лечения, они очень мягкие, незаметные, их трудно понять. Трудно уловить, как они действуют. Так действует солнце, так действует естественная петрушка. Очень мягко, незаметно, естественно. И жена, женщина, которая будет настоящей женой, нормальной, она тоже по башке не бьет. Ее красота мягкая, естественная, ненавязчивая. Но если женщина своей красотой по башке бьет, это значит, что она не будет хорошей женой. Все самое лучшее, это ненавязчивая и незаметная. В этой жизни. Запомните это. Самое лучшее лечение, и мягкое, и незаметное. А не такое, что оп, и помогло сразу. Когда печень отрежут, она уже не болит, понимаете, сразу помогает. Так в современной медицине работает. Запомните, химические таблетки, это тоже лечение. Но это лечение, которое нужно в экстренных случаях, когда вам надо остановить функцию. Допустим, у человека инфекция, сильно повышается температура. Настолько сильно, что уже может разрушить организм. Температура 40. Что нужно делать? Пить таблетку. Можно понижать естественными средствами, растениями. Например, обтереться лимоном, понижая температуру. Или, допустим, выпить лимон, лимон с, горячий лимон с водой просто выпить. Лимон с медом можно выпить. Или малину, чай с малиной. Но это не всегда работает быстро. Тогда мы пьем химию. Для чего? Чтобы спасти себе жизнь. Когда у человека экстренная ситуация, ему надо что-то зашивать, резать там. Пулевое ранение, допустим, сейчас в Донецке. Мы используем хирургию. Мы не ждем, когда само затянется. Нам нужна аллопатическая медицина. Нам нужна хирургия. Нам нужна скорая помощь. Это не является плохой вещью. Это хорошая вещь. Экстренная медицина – это хорошая вещь. Антибиотики – это хорошая вещь. Они спасают жизнь. Но это не лечит. Если у вас хроническое заболевание, оно может лечиться только тонкими методами, а не грубыми. Если вы хотите вылечить тяжелое хроническое заболевание, надо лечить силами природы. Нет другого способа. Силы природы – это травы, деревья, земля, солнце, ветер и так далее. Если у вас жар в теле, лечитесь водой. Если вам холодно, лечитесь солнцем. Если у вас напряжение, лечитесь лесом. Если у вас не хватает спокойствия, лечитесь землей. Это надо все знать. Но, понимаете, есть два... Человек в жизни обычно сам себе помогает. Я сам себе помогаю обычно в жизни. Но когда мне тяжело в каких-то ситуациях, я пользуюсь помощью. Например, я летел из Индии. Была такая ситуация, что мне принесли освещенную пищу, ну, очень возвышенную освещенную пищу. Но я понял, что она уже испортилась, пока ее несли. Она испортилась уже. Я видел, что она инфицирована. Но она была настолько возвышенная пища, духовно, в духовном плане, что я ее съел. И получил инфекционное заболевание. Это был последний день моего пребывания в Индии. Мне надо было лететь на самолете. Я летел на самолете, и у меня начался понос. И мне слабость, стюардесса не оказала помощь. Она принесла мне антибиотики. Я зарезервировала туалет специально один для меня, чтобы я там жил в этом туалете. То есть я пользовался услугами медицины. Но в основном я не пользуюсь. Почему? Потому что я веду здоровый образ жизни. Я лечусь... Самый единственный, самый лучший метод лечения мой – это йога. Хатха-йога. Второе, что я знаю, точно мне помогает – это режим дня. Я, например, не ем до обеда всю жизнь. И с утра солнце, когда поднимается, все токсины перевариваются, у меня пост идет каждый день. Но в обед я наедаюсь хорошо, потому что у меня хороший аппетит. Если я не буду наедаться, у меня будет психическая энергия идти в нервы. Буду нервничать. Не нужно. Нужен баланс. Нужен баланс во всем. Обязательно всем поститься до обеда. Каждый сам свой способ должен выбирать, как он будет жить. Кому-то лучше отпоститься после обеда, если он поправляется в жизни, толстеет. После обеда, значит, надо поститься. Но всегда пост нужен обязательно. Кому-то полдня, кому-то раз в неделю. Если говорить о лечении с помощью врачей, то я вам могу передать свой опыт в этих вопросах. Первое, что вы должны понять. Врач, который не может определить ваше заболевание, не может индивидуально подобрать средства болезни. Ну, лекарства. Если он не тестирует организм по-своему. У каждого своими. Кто-то по пульсу, кто-то по языку, по глазам. Кто-то по разговору тестирует. Можно, есть много способов тестирования. Но если человек не назначает ничего индивидуально, значит, он не лечит. Организм невозможно лечить не индивидуально. Он лечится только индивидуально. Если у человека нет чувства тела, значит, он и не врач. Он просто, если человек схемами лечит, значит, это не лечение. Это лечение, но оно неэффективное. Оно эффективно в каких-то простых случаях. В сложных случаях схемы не лечат. Лечит индивидуальный подход. Это первое, запомните правило. Если выйти, человек вас не может определить, не тестирует вас. Это значит, что он и не лечит. Некоторые люди подходят мне и говорят, протестируют меня, Олег Геннадьевич. Давайте сейчас вот у меня прям. Вот. Чем я болею? Я могу в день протестировать три человека, полную диагностику сделать. А четыре уже не могу, потому что все силы заканчиваются. Это делает. Не воспринимайте эти вещи дешево. Да? Прививкам как я отношусь? Прививки это безнадега. Безнадега современной медицины. Я хорошо отношусь к перцам. Все перцы лечат инфекцией. Кругленький перец. Хорошо отношусь к листьям грецкого ореха, которые лечат инфекцию. Хорошо отношусь к зверобою. Я хорошо отношусь к корню полыни, который лечит кишечные инфекции. Хорошо отношусь к белому перцу, который лечит вирусную инфекцию. У меня вирус начинался, я съел перцы белые. Мне легче стало. Я хорошо отношусь к косточкам манго, которые препятствуют развитию гепатита. Хорошо отношусь к... Хорошо отношусь к имбирю, который лечит стафилококковой инфекцией. Хорошо отношусь к куркуме, которая лечит горло, календули. Есть такие семена пиполы, длинный перец. В Индии продаются. В Индии будете покупать в эридических лавках. Длинный перец. Черные такие семена, длинные. Они лечат малярию, лечат тяжелейшие инфекции, крови, кишечника. Черный перец тоже обладает антиинфекционным действием. Грецкий орех препятствует развитию онкологии. Понимаете, но так как мы не знаем, как предотвратить конкретное какое-то заболевание тяжелое, поэтому и делают прививки. Но прививки, они действуют временно. Вот допустим, у меня есть прививки от детских инфекций. И у нас в клинике была эпидемия детской инфекции, краснуха что ли, от которой у меня есть прививка. Меня привили, то есть я не должен был болеть этим заболеванием. Но я почувствовал признаки этого заболевания. Почему? Потому что все эти инфекции модифицируются 2-3 года. 2-3 года прошло, эта инфекция имеет другую форму уже. Это та же самая инфекция, но она уже не нейтрализуется той прививкой, которую вы поставили. Мой дядя родной, по отцовской линии, сделав прививку, заболел эпилепсией и умер от слабоумия. У него была такая тяжелая форма эпилепсии, что вот в среднем возрасте был уже деградантом полным, дурачком. Ну, то есть прививки иногда можно ставить, иногда нет. Если у вас не аллергичный организм и у ваших детей, то, скорее всего, прививка не помешает жить. А если вы чувствительные люди, сейчас все больше чувствительных людей становится на земле. Потому что чувствительность означает слабость, слабость здоровья. то уже опасно ставить прививки. Можно от прививки изогнуться. Я не могу дать никакого совета вам. Если я вам скажу, не ставьте прививки, вы заболеете этой заболеванием, этим, то вы будете меня обвинять в этом. Не смейтесь, это правда. Меня обвиняют люди. Считают, что я виноват в их во всех проблемах. Так бывает. Движемся вперед. Не сбивайте меня вопросами. Видите, я не знаю, где я остановился. Мы о другом говорили. Организм лечится индивидуально. Да, организм лечится индивидуально. То есть я вам, сейчас не надо мне задавать по поводу конкретных болезней что-то, вопрос. Я вам общую формулу сейчас рассказываю, не мешайте мне это делать. Итак, пытайтесь понять такую вещь, что самое главное найти врача. Врача найти непросто. Потому что есть две сложности. Первая сложность. Врач не может лечить все. У него есть склонность природная лечить что-то конкретное. Всегда. Одни врачи одно лечат хорошо, другие другое. Это первое. Второе. Проблема еще заключается в том, что в основном нет хороших врачей. Как распознать плохого врача? Плохой врач всегда имеет какой-то бзик. Например, если он вам говорит, ой, сода, сода во всем помогает. Это плохой врач. Потому что все плохие врачи, они помешаны на каком-то методе для всего. Так как у них нет опыта отношений с пациентом. Им кажется, что вот эта вот штучка помогает всем и от всего. Это признак начинающего врача-дилетанта. Если он делает диету, он одно и то же говорит всем. Это признак дилетанта. Дилетант это тот, кто не понимает, что все индивидуально. И также методики лечения все хороши, но они все хороши в каждом своем случае. Если врач все одно и то же рекомендует всем, это значит, что он дилетант. Он одним продуктом всех лечит. Одной какой-то штучкой, одной содой, еще что-то. Это признак дилетанта. Это не неэффективно. И вообще это опасно даже. Гербалаев всем помогает, коралловый клуб всем помогает, еще что-то всем помогает. Помогает в каких-то случаях. И врач должен знать, кому чего назначить. Не важно, это будет коралловый клуб или еще что-то. И коралловый клуб хорошо, и гербалаев хорошо. вопрос кому и как. Это только врач может определить. Теперь, пищевые добавки не лечат. Такой вид бизнеса. Понимаете, если продукт лечит, он также опасен для здоровья. То, что лечит, это опасная вещь. Понимаете, безопасная вещь не лечит, она является профилактикой. Это можно, допустим, понемножку как-то пить и что-то будет происходить. Лечебные средства имеют большую силу все. То, что сильно, может и навредить. Поэтому это неэффективно для бизнеса. Не делают пищевыми добавками сильные вещи, потому что это опасно. Представьте, там какая-то сильная вещь, все начинают пить и кто-то загибается. Результат какой? Скандал. Могут даже в тюрьму посадить за это. Понимаете, поэтому все пищевые добавки это не лечение. Некоторые думают, ой, сейчас будут лечиться пищевыми добавками. Это не лечение. Это не помогает. Оно чуть-чуть лучше делать и все. Это не помогает. Лечение это всегда эффективно. Сильно. Теперь аптечные травы это не пищевые добавки, это лечение. Это сильная вещь. От общечной травы может загнуть. или замкнуть. Будьте осторожны с ними. Есть особо опасные аптечные травы, которые вообще лучше не пользоваться никогда вам. И даже я боюсь таких трав. Например, сабельник. Это страшное растение, оно может убить просто. Или девесил, корень девесила. Страшная вещь. он может вызвать такую аллергию, что будет ожог кишечника, ожог слизистой оболочки, ожог чего угодно. То есть страшная вещь. Девесил. Чистотел тоже. Это яд. Может кому-то плохо сделать. Нельзя пользоваться без совета врача. Или подорожник, лист подорожника. Может сильное сердцебиение вызвать. человека аритмия начаться может от него. Есть сильные средства, которые не надо, хоть они в аптеке продаются, не надо это использовать самим. У меня есть целый семинар по травам здесь благостный. Ищите диски по прошлым семинарам. Ищите несколько семинаров подробных по лечению маслами, травами, специями, продуктами питания. Прослушайте и вы будете специалистами. Будете понимать, как это работает, как это действует. По диете, по питанию целый семинар есть большой. Все это читалось. Мы поняли, что мы не будем больше эти семинары читать на фестивале, потому что это очень научный материал. И люди просто у них крыша дымится от этого. Но всем, кому хочется это узнать, где-то с января месяца начнутся заезды под Краснодаром. По 70 человек группы мы где-то будем набирать. И у нас будут разные методики. Мои преподаваться и также разные другие. У нас начнется образовательное такое фестиваль образовательный. Там же будет лечение. Можно полечиться параллельно с образованием. И можно параллельно посмотреть эти концерты все. То же самое только образовательные проекты. По 70 человек мы будем брать. Неэффективно большие группы делать по 600 человек образователей. Теперь как вы уже собрались. Вот смотрите. Консультации по моим методам лечения для тех кто хочет приехать в оздоровительный центр Амрита в наш центр. Не для всех подряд а только для тех кто хочет лечиться приехать к нам. С 10 до 14 дня и с 16 до 20. Вячеслава Назарова там в этом 32 корпус 26 корпус 9 кабинет. Те же кто хочет проконсультироваться по здоровью у нас есть бесплатная консультация по здоровью на сайте. Прямо записывайтесь форму заполняйте там все и мы вас проконсультируем бесплатно. что делать вот понимаете как бы у нас не консультации что мне делать самому а как мне лечиться то есть у нас консультации для тех кто хочет лечиться может быть у нас может быть не у нас как конкретно это лечится вот эта проблема которая у меня есть об этом консультация теперь по методикам лечения давайте будем изучать все метры которые применяются внутрь они более мягкие по природе и менее избирательные лечение травами специями там маслами все что внутрь все имеет мягкую природу все что снаружи назначается это более сильное действие оказывает и надо к этому относиться осторожно например сейчас есть много таких как каких-то всяких кулончиков которые там они говорят от всего лечат эти кулончики все обладают индивидуальным воздействием и они могут они действуют на тонкий план всякие амулеты сейчас делают да положить в карман там еще куда-то все это сейчас очень плохо отвратительно разработано в целом все это не индивидуально это может как угробить так и помочь спорт лото мало хороших специалистов которые могут точно вам понять что вас вам поможет а что нет будьте осторожны это действует но действует но не разработано все это просто бизнес люди чувствуют действуют и дают людям как обычно это действует человек чувствует какое-то освежающее такое действие ему как бы легче становится вроде бы потом раз он чувствует нарушается сон гормональные функции нарушаются еще что-то тонкое воздействие поэтому нужно быть осторожным не нужно доверять всем подряд если вам говорят это от всего помогает это значит до свидания запомните эту формулу вот это вот от всего помогает или пять вариантов из пяти вариантов выбери вот попробуйте из пяти женщин выберите себе жену пять вариантов недостаточно у нас допустим для лечения сто аптечных трав используем и то мы не одну траву одному человеку назначаем а мы комбинации делаем тогда уже получается индивидуально как минимум восемь трав надо человеку выбрать чтобы у него нормальное лечение было травы помогают медленно мягко и постепенно если их пить как отвар но представьте себе ту же самую траву если я ставлю на позвоночник в пакетике на поясницу допустим то она немедленно начинает действовать на какую-то функцию вот трава в пакетике в целлофаном там сколько помещается полторы столовой ложки маленький пакетик такой если его поставить просто вдоль позвоночника и он будет совместим с каким-то органом допустим мы лечим аритмию ставим пакетик и он совместим с этим органом аритмия сразу же ритм сердца проходит через 5 минут или допустим человека запор ему ставишь такой пакетик на поясницу и у него проходит запор сразу и у него работает кишечник нормально в десятки раз сильнее действует прикрепить позвоночнику травку наружные действия чем внутренне вибрационное воздействие действует на тонкое тело а тонкое тело уже на грубое но это сложнейшая медицина например я знаю что так эти пакетики действуют но разработать пакетик для каждой болезни для каждого человека я пока не могу это сложнейшая медицина это очень сложно наружное лечение очень сложное поэтому будьте осторожны с ним если вас лечат присыпками трав допустим это сильное воздействие очень масляный массаж очень сильное воздействие от масляного массажа можно умереть вот маслом вас намазали начали массировать прямо на столе можете тело поставить это реально будьте осторожны любое наружное воздействие обладает огромной силой также глупоукалывание это сильное воздействие очень но если вы имеете дело с хорошим специалистом ничего страшного будет все хорошо обычно он очень осторожно проводит диагностику и назначение делает аккуратно и смотрит эффект вот здесь сидит одна девушка она лечилась у нас в клинике у нас у нее есть особенность организма она не переносит масла и мы очень осторожно ей назначали масла смотрели как работает мы сразу почувствовали что будут проблемы и ничего плохого с ней не произошло она попробовала ничего не получилось и все на этом все закончилось но если бы мы ее намазали с головы до ног она там и осталась понимаете да о чем я говорю теперь видите есть сильные методики лечения есть послабее травки это самый мягкий способ лечения если вы еще мягче хотите лечиться это продукты питания продукты питания лечит вообще очень мягко поэтому диета это самый классный способ лечить себя самому надо изучать действия различных продуктов питания на организм это знание вы можете получить из моих лекций которые я читаю на эти темы то есть у меня есть лекция на тем найдите в интернет или купите здесь на благости не знаю продают они продают прошлые фестивали диски или нет вот покупайте прошлые фестивали диски там обязательно во многих фестивалях я читал вот эти такие глубокие лекции по здоровью значит но сейчас я вижу актуальность именно в том чтобы вширить и в целом концепцию дать как лечиться потому что люди многие вообще не понимают это итак травы лечат все очень мягко спокойно еще лучше все лечит питание продукты питания мягко и можно самостоятельно это делать как лечиться самостоятельно травами вы можете взять траву просто на запах попробовать если она запах легкий свежий прохладный если он теплый неприятный если он приятный значит подходит уму если свежий прохладный приятный свежий прохладный значит подходит телу легкий свежий прохладный приятный подходит уму легкий свежий прохладный Если запах неприятный, тяжелый, теплый, тухлый, значит он не поможет ни телу, ни уму. Просто по запаху, но также смотрите, что написано на пачке, потому что, допустим, вам подходит, но он будет лечить что-то другое, не то, что вы хотите. Надо, чтобы лечило то, что надо, это надо изучать траву. В интернет поизучайте, как действует, что именно вам ваши функции будут лечить. Если много-много совпадений нашли, много людей сказали, что это помогает от этого, попробуйте. Пить самому нужно только одну траву, не надо пить смесь. Хотите лечить, одну траву пейте. Если она вам помогла, можете к ней что-то добавить. Будет помогать еще лучше, если правильно добавить. А если нет, будете опять одну пить. Так можно аккуратно работать с травами. Смеси всегда индивидуально надо делать. Смеси редко помогают, когда, ну, не индивидуально, редко. Лечение специями. Специи избирательно лечат пищеварительную систему. Они улучшают пищеварение или ухудшают пищеварение. В зависимости от того, как вы подобрали себе специи. Есть порядка 40 специй, которые существуют. Можно все их купить понемножку, протестировать на запах. Если приятный запах, прохладный, значит вам подходит. Кушайте понемножку, пробуйте. Специи лечат пищеварение. Пищеварение означает силы. Если не хватает сил в организме, нужно лечить пищеварение. Если токсины в организме, тоже они дают слабость, надо лечить пищеварение. Пищеварение – это фундамент здоровья. Специи лечат пищеварение. Режим дня, режим правильного питания лечит пищеварение. Пища с правильным сочетанием сырой и вареной пищи лечит пищеварение. Отмена мясной пищи лечит сознание. Пищеварение – это сознание. Можно есть мясо и быть здоровым с точки зрения пищеварения из организма. Но сознание у тех, кто ест мясо, уже не может быть здоровым, потому что оно скверняет сознание, оно вводит в депресняк и агрессивный спектр человека в жизни. Человек становится более замкнутым, отгороженным, агрессивным, озлобленным, депрессивным от мяса. Понятно, да? Проводили статистику общую. Кто такой вегетарианец? Спрашиваю людей. Они говорят, это такой человек, такой оптимистичный, легкий, поведение легкое у него такое. Он такой какой-то не как все, необычный немножко такой вегетарианец. Это значит, не пригруженный, понимаете? С жизнью не пригруженный. Они все такие какие-то простые, легкие такие люди. Так ведь чувствуется вегетарианец, так? Это значит, нормальный человек. Что если человек пригруженный, тяжелый, значит, он ненормальный, у него какие-то проблемы. Понимаете? Двигаемся вперед. Да? Музыку правильно, спасибо. Верни мне музыку, без музыки и тоска. После фестиваля мы расстались, но осталась наша музыка. Следующий метод лечения. Специи, поняли, да? Лечат пищеварение. Пищеварение страдает, специями лечимся. Понятно, да? Травами лечимся, когда, ну, в целом организм больной, в целом. И пищеварение в целом организм, суставы, там, почки, печень, кишечник, там и все прочее. Есть травы, которые специфически влияют на какой-то орган. Они вот подходят этому органу очень сильно. Допустим, ортосифон, семя льна, подходит почкам. Лис брусники. Три травы ортосифон, семя льна, лис брусники. Почкам сильно подходит. Овес сильно подходит поджелудочной железе, когда она больная. Овес сильно подходит поджелудочной железе. Допустим, корень алтея, тот же овес, подходит суставом, корень окопника. Кардамон, специя лечит кровообращение, улучшает кровообращение. И так далее. То есть, у нас есть семинар для этого. Послушайте лечение травами, там все узнаете об этом. Что вот конкретно, к чему подходит сильно. То есть, крова может лечить конкретный орган какой-то. Она постепенно его восстанавливает. Это мягкий такой подход к лечению. Иглукалывание лечит нервную систему. Проблемы с нервной системой, невриты всякие. Допустим, она лечит, иглукалывание лечит работу нервной системы. Допустим, у вас усталость, у вас нет силы, иглукалывание поможет. У вас, допустим, какие-то сложности с нервной системой, мозг плохо работает, иглукалывание поможет. Иглукалывание также помогает, когда боль. Если у вас больно, чего-то сильно болит, иголки могут снять эту боль. Легко снимают эту боль. Когда у вас что-то зажато, напряжено, судороги, спазмы, иголки снимают эти судороги, спазмы. Все эти симптомы, которые я рассказал, они связаны с телом праны. Нервная система, боль, судороги, спазмы. Это все тело праны. Тело праны лечится иглукалыванием. Понятно? Самые эффективные методы иглукалывания, это когда к вам прикрепляют, это не иголки сами, рефлексотерапия. Самое лучшее, это когда прикрепляют к телу семена. Самое безобидное лечение, это лечение через уши. На уши, когда прикрепляют семена. Оно мягче всего, оно действует глубже и мягче, эффективнее. Уши связаны с глубоким мозгом. Если вам ставят иголки, это тоже эффективный метод, но очень жесткое, грубое воздействие. Более тонкая и эффективная рефлексотерапия, это рефлексотерапия точным нажатием, точки, когда нажимают и когда ставят семена на тело. Это более профессиональный подход. Если человек говорит, я только иголки ставлю, значит, он менее глубоко понимает организм. Он может лечить острое состояние, такой человек. Он может лечить судороги всякие, напряжение в теле, обострение иголками. Но если человек не может по-другому, он хронические болезни не может вылечить. Семена лечат уже хронические заболевания. Они действуют не только на тело праны, они уже действуют на весь организм. Семенами можно лечить уже хронические заболевания. Очень хорошие специалисты по иглу-укалыванию также лечат хронические заболевания. Но это бывает крайне редко. В основном они лечат то, что я сказал. Нервную систему и какие-то острые состояния опорно-двигательного аппарата, боль, болевой синдром, судороги, напряжение в теле и так далее. Гомеопатия. Гомеопатия – это опасная медицина. Потому что в гомеопатии используют яды для того, чтобы лечить человека, часто используют яды в очень сильных разведениях. А яд – это сильнодействующее средство. Гомеопатия тоже действует на тонкое тело, а не на грубое тело. Если гомеопатический врач правильный, хорошо работает, то он лечит эффективно и сильно. Гомеопатия – это сильная медицина. Но очень редко встречаются хорошие гомеопатические врачи. Так же, как редко встречаются хорошие психологи, астрологи и так далее. Все, что связано с тонким телом – это редкая вещь, труднодостижимая. Поэтому, если вы знаете, что гомеопатический врач помог пятерым человекам, вашим знакомым, идите, попробуйте. Если что-то замыкает, когда вы пьете, не пейте дальше. Есть два типа лечения. Одно через обострение, а другое через гармонизацию. Лечение через гармонизацию всегда лучше, чем через обострение. Лечение через обострение можно использовать только в крайних случаях, когда других вариантов нет. Если видите, что у вас через обострение лечение идет, не связывайтесь с этим врачом. Он возбуждает ваш организм, включает в нем стресс. Через стресс, отречение через стресс. Лучше, когда все сразу лучше становится, а не возникает обострение. Обострение означает стресс. Это стрессовые методы. Они тоже эффективны, они помогают. Но как они помогают? Если ребенку по заднице дать, он сразу начинает соображать. Это стресс. Почему? Потому что пугается. Так организм можно напугать. Вот почему вы, допустим, делаете электрофорезы там на поясницу. Сначала идет обострение, а потом лучше становится. Организм пугается. Эти лучевые воздействия пугают организм. Стресс наступает там, понимаете, в спине. Возникает сильное кровообращение. Он пугается. Он начинает активно, судорожно работать. А если вы постоянно делаете этот электрофорез, то вам будет хуже, потому что защитные силы организма истощаются потом. И до свидания, здоровья вообще. Минеральная вода, грязи. Все это эффективно. Но очень индивидуально. И всегда только по совету врача. Если вам минералочка нравится по вкусу, попейте какое-то время. Это не питье, это лечение. Нельзя минералку пить постоянно. Это приведет к болезни. Пейте минералку немножко. Понравилось? Вкус классный, значит помогает. Грязь натерлись? Расслабила. Грязь должна расслаблять. Расслабила, стало хорошо, все классно. Свежесть внутри такая, хорошо. Она должна охлаждать и расслаблять. Значит помогает эта грязь. Но это лечение. Это не балдеж. Поэтому не надо каждый год туда ездить. Один раз сделали, дальше может быть хуже уже. Будьте осторожны с грязями. Ванна это сильное воздействие. Ванна с травой сильнее, чем отвар с травой. Ванна действует очень сильно. Это сильная методика. Она действует снаружи. Это уже на тонкое тело воздействие, если ванна с травой делает. Пиявки это хорошее лечение. Это лечение повсеместное и простое. Пиявки никогда не пьют здоровую кровь. Кровь нужно пить для того, чтобы брать душу питую. Если у человека жар в теле, можно ему поставить пиявки. Они пьют больную кровь. И человеку становится легче жить. Когда жар в теле, много воспалительных процессов, тогда только пиявки нужны. Пиявки не нужны, кому холодно, у него напряжение в теле. Пиявки не нужны. Пиявки нужны, когда жар в теле и воспалительные процессы. Тогда пиявки. Значит, дальше. Есть традиционные медицины разные. Китайская медицина, тибетская медицина. Индийская аюрведа там и так далее. Они все имеют свою специфику. Вот допустим, аюрведа в основном очищает организм. И через очищение лечит. Китайская медицина, тибетская медицина в основном, она лечит. Вот шарики такие травные дают. Она лечит в основном внутренние органы хорошо. То есть какие-то хронические заболевания. И это лечение идет через гармонизацию. Если, допустим, аюрведа лечит через очищение, то китайская медицина через гармонизацию. Но всегда, если вы с традиционными медицинами имеете дело, ну допустим, китайская медицина, это в основном цигун, там какие-то двигательные упражнения. Она лечит через работу над собой китайская медицина. Вот это вот. Иголки тоже китайская медицина. Такое воздействие сильное достаточно. Что не нужно использовать, лучше всего не использовать в кибетской, китайской медицине. Там есть лечение грибами. Есть такие стручки всякие, грибковые там, всякие там. Стручок с грибком, там еще что-нибудь. Вот это не надо. Это нехорошо. Когда используются грибки, когда используются там, как у Авицена тоже есть рецепты, там глаз воробья, там еще что-нибудь такое, знаете, всякие кости, черепахи, тортилы там. Вот. Ну то есть, понимаете, не надо этим лечиться. Все, что связано с и часто, используют также настои со спиртом. Это помогает все. Все помогает, но влияет плохо на разум. Лечение с продуктами мяса, со спиртом, это все влияет плохо на разум. Это помогает. Это сильные средства, потому что если спирт, он очень быстро дает возможность проникнуть к объекту лечения. Но есть спокойно, можно лечиться и без этого. Есть куча методов, которые обязательно спирт использовать. Понимаете? Теперь. Ароматерапия. Мощнейшее, сильное воздействие на организм, приравниваемое к операции. Очень сильное воздействие. Если аромамасла, допустим, сандаловое масло, мятное масло, ментол, допустим, шатрановое масло, они безобидные. Они почти всем подходят, их можно ароматизировать в помещении, но не сильно, не увлекаться этим. Аромамасла сильно увеличивают огненную энергию в организме, они могут перегреть. С ними надо быть осторожным. Это хорошие масла. Но если вы начинаете просто разные аромамасла покупать, себе мазать куда-то там, что-то, это опасно. Это влияет на гормональные функции организма и может вообще гормоны увести в сторону, особенно у женщин. Будьте осторожны. В целом, если вам аромамасло нравится, приятно очень, можете чуть помазать. Перестало приятно, не мажьте уже. Иначе плохо бы уже действовать. Не надо аромамаслом мазаться, потому что кто-то посоветовал. Вот это неправильно. Если женщина чувствует приятный запах, мажьтесь. Запах неприятный, не мажьтесь. Все, вот такое правило. И мажьтесь понемногу, это не духи. Это сильное воздействие. Аромамасла нельзя глотать в рут, внутрь. Это очень опасно. Это может быть ожог слизистый. У меня есть один знакомый, он икал по несколько дней. Вот икает и не перестает икать. И потом он понял, что это от того, что он закапывал аромамасла в капельку, в стакан и пил. И у него ожог слизистый возникал. Это сильная вещь, аромамасла. Кроме того, знайте, что примерно 80% парфюмерии, вот это аромамасел, это искусственное. Ну, или очень некачественная вытяжка масел, плохая вытяжка, схемическая такая. Или просто вообще искусственное аромамасла, химия. Настоящие аромамасла очень дорогие, труднодоступные. Они получаются тяжелым, ну как бы тяжело их получать. Допустим, для того, чтобы несколько раз грамм розового масла получить, нужно там килограмм 200-300 лепестков роз использовать. Ну, то есть, очень труднодоступная вещь. Понимаете? Очень дорогая. Аромамасло, ароматерапия сильное воздействие. В основном лечит гормональные функции. Бесплодие может ароматерапию лечить. Она лечит нарушение работ щитовидной железы, напочников, гипофиза, поджелудочной железы, женских гормонов. Ароматерапия влияет на гормональные функции. Запомнили, да? Гормоны лечит.